Встреча с Москвой Встреча с Москвой Урсуле фон дер Ляйен удалось заручиться необходимым большинством в Европарламенте, однако с очень маленьким перевесом. В её поддержку высказались 383 евродепутата против 327. 22 человека воздержались. Наблюдатели называют это весьма слабым результатом, ведь новой главе Еврокомиссии необходимо твёрдое большинство для того, чтобы реализовать заявленную ею программу. «Моё послание к вам – давайте работать вместе конструктивно, потому что наша цель – это сплочённая, сильная Европа». Так, в своём финальном выступлении перед Европарламентом фон дер Ляйен призвала Брюссель помогать тем странам ЕС, которые из-за своего географического положения вынуждены принимать большее число беженцев. Фон дер Ляйен также выступила не за европейскую армию, а за армию европейцев. И не в последнюю очередь она говорила о необходимости принятия мер для защиты климата. В интервью ДВ она ещё раз подчеркнула их важность. «Если мы хотим климатический нейтральный континент к 2050 году, то необходимо действовать. Нужны смелые реформы, чтобы достичь этих целей ради нашей планеты и наших жизней». Урсула фон дер Ляйен официально вступит в должность главы Еврокомиссии 1 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова